Позитив какой у нас? Идет подготовка к посеву? Нет, к посевной посеву, потому что для нас не посев, а посевная. Мы же не только сеем, мы еще и сажаем. Мы сейчас 12 апреля проведем техосмотр. Кстати, вас приглашали, посмотрите, как это в совхозе проходит. Все без исключения, в том числе инспекторы гостехнадзора, которые нас проверяют, все очень довольны всегда, как мы это делаем организованно. Да, мы уже закупили практически полностью семена, средства защиты растений, удобрения, специнвентарь. В общем, все осталось только заплатить за рассаду земляники и купить шмелей, к сожалению. Этот раз откуда? Иностранный, к сожалению. Наши шмели оказались ленивыми почему-то, и поэтому мы покупаем иностранных шмелей. Ну и пчелы, к сожалению, в прошлом году так сильно пострадали, что их просто не хватит, наших пчел. От чего они пострадали? Ну, погодные условия были такие, если помните, так было. У них свои болезни, и многое зависит еще от общей экологии вокруг. Пчелы, они не терпят, скажем так, выбросов каких-нибудь химических препаратов, еще чего-то. И они такие, достаточно хороший индикатор общей экологии в районе, ну и в стране вообще, на самом деле. Поэтому с пчеловодством вообще сейчас очень большие проблемы, не только в мире, именно в России. Потому что мы, к сожалению, не можем назвать себя экологически благополучной страной. А это сказывается на животном мире, в том числе на пчелах. Ну вот шмели пока, такие работяги, они нам помогают. Но все равно это почти 3 миллиона. И хочешь получить хорошую разницу земляники, ты должен вложить деньги. На 3 миллиона шмелей? Только шмелей на 3 миллиона, да. Но капельный фолив обошелся нам в 14 миллионов. К сожалению, Россия не производит качественные рассады земляники. Мы вынуждены покупать в совместном голландско-белорусском предприятии рассаду. И это тоже достаточно большие расходы. Тоже валюты. Одних средств защиты растений на 30 миллионов мы должны купить. Потому что много профильных хозяйств, у нас много разных культур и набор этих средств защиты растений очень большой. Сколько пассивная обходится? В этом году она обойдется, вот прямые затраты 120-130 миллионов. Без зарплат, без топлива? Это без зарплат и без топлива. Топливо отдельно, а зарплата, это, ну, скажем так, чем больше пашем, тем больше работаем. То есть, тем больше получаем различные продукции, тем больше расхода. В прошлом году мы сократили, ну, скажем, использование дизельного топлива, и солярки, и бензин. Не от хорошей жизни, а потому что урожайность была ниже. Мы меньше произвели, там, картошки посадили вместо 120-60 гектар. Вот, потому что заняли другими культурами. Поэтому количество топлива, ну, варьируется. В этом году, я надеюсь, мы больше топлива потратим. Но оно и дороже стало? В среднем, дорожание больше 10%. Мы оптом же покупаем. Сейчас мы покупаем килограмм солярки по 45 рублей. Литр. Литр. Это очень высокая цена, такой цены не было никогда. Это оптовая цена? Это оптовая цена. Иногда даже опт бывает дороже, чем розница. У нас такая интересная структура, скажем так, покупки. Ну, все дорожает. Мы к этому готовимся. Не дорожает только в оптовом звене овощи и молоко, и то, что мы производим. И земляника в том числе. Потому что это ограничено, с одной стороны, оптовиками, которые пытаются снизить нам цену, а с другой стороны, просто покупать неспасенностью населения. Все продали и сохранили, что вырастили в прошлом году. Все, что мы произвели в прошлом году, мы уже продали. Последние отгрузки пришлись на первую неделю апреля. Теперь надо деньги собрать. Потому что мы, когда что-то покупаем, мы всегда платим предоплатой. У нас такая интересная история. Газовики хотят предоплаты. Производители или продавцы электроэнергии тоже без предоплаты не обходятся. Тебе никто не отпустит солярку, удобрение, средства защиты растений, если ты вперед не заплатил. А мы свою продукцию отпускаем в оптовую розничную сеть без оплаты. И только потом, через неделю, а может быть через месяц, а вот некоторые деньги мы до сих пор собираем по землянике, это получается через полгода, мы получаем эти деньги, потому что мы никак не защищены. Что касается нас, то как будто бы действует свободный рынок. Что касается тарифных компаний, тех, кто производит удобрения, их это не касается. Заплати, получишь, им плевать. Будем работать или не будем. Насколько в сельском хозяйстве важно такое понятие, как кооперация? Ну или как сейчас модно называть коллаборация? Есть у вас партнеры? Я таких слов вообще не знаю, коллаборация, они просто глупые. Есть русские слова, которые действительно можно использовать. Так вот, кооперация была всегда. Сотрудничество. Ну, слушай, у нас вот тут рядом сидит райпотребсоюз. Ой, интересно. Потребка-операция. Да когда-то они охватывали 40% всех продаж вообще в Советском Союзе. То есть они закупали. Они закупали и продавали. У них были свои заводы перерабатывающие, которые они, продукцию, которую они скупали у населения, свозили на эти заводы, производили огромное количество соков, напитков, джемов. Ну и мы эту систему очень хорошо знаем, потому что она тут рядом находилась, и мы всегда с ними сотрудничали. Кооперация была всегда. Сейчас она не приветствуется государством. То есть они говорят, что оно приветствуется, но на самом деле для того, чтобы была кооперация, нужно многое сделать, льготы дать, в том числе налоговые. Вот я просто связывался с, когда ездил в Америку, это было лет 20 назад, мы видели, как там работают кооперативы. Все, поддержка, вся поддержка государства идет через кооперативы. Или через союзы. Если ты хочешь получить что-то, и в Европе, и в Америке, ты должен вступить в кооператив. Но эти кооперативы являются проводниками продукции. Вот мелкие фермеры собираются в кооперативы, и после этого вместе, ну так так, перерабатывают свою продукцию и продают. Вот, например, Валио слышал, да? Это же кооператив. Больше двух тысяч фермеров объединились, и создали кооператив Валио, который является крупнейшим производителем молочной продукции на рынке Европы, ну и уже за границу. И все, без исключения, например, продукции растеневодства, яблоки, например, ты приезжаешь в Германию, можно продать только через кооператив. Почему? Потому что они собирают с мелких фермеров, то есть те же яблоки, делают товарные партии, и уже выставляют эти товарные партии на продажу, в том числе и сетевым магазинам. Это крупные такие поставщики, которые действуют от имени кооператива. Например, в Канаде фермер получает за зерно два раза. Первый раз он просто отдает зерно, ну, грубо говоря, государственной компании, ну или кооперативу. После этого получает второй раз, когда этот кооператив пройдет зерно на мировом рынке, получает дополнительные доходы и еще ему доплачивают. Поэтому это широко развитая во многих странах мира форма хозяйствования, а у нас она не работает, потому что в сельском хозяйстве государство пошло по пути агрохолдингов. Они посчитали, что агрохолдинги решат проблемы без исключения всей. Поэтому мелкие фермерские хозяйства, крестьянские фермерские, личные подсобные, хозяйства такие, как наши, они никак не объединены, потому что любое объединение, это всегда нужно считаться с этим объединением. Поэтому у нас нет сильных профсоюзов, нет сильных кооперативов, все разобщено, и есть только крупный агрохолдинг, который абсолютно зависит от государства с точки зрения его поддержки. То есть, если он дотации не получит, он развалится сразу. Но с них, с агрохолдингов, можно еще и очень удобно брать взятки, потому что с кучей мелких не возьмешь, а с крупного всегда можно получить. И поэтому откаты, заносы. А чем занимается тогда? Чем занимается эта кооперация? Она действительно здесь есть на территории? Сейчас мы в это дело не везем. У них есть магазины, они сейчас занимаются другим совершенно. они просто сдают магазины в аренду. Вот мы видим магазин, который здесь находится. Он же там не торгует, скажем так, потребкой операции, он просто сдан в аренду. И они стали несколько другой структурой. Они не собирают ничего, ни с кого, никаких излишков. Просто ренту здесь. Они просто, да, может что-то и сделают, но что-то не здесь. Мы это не видим. Потому что раньше магазины, которые принадлежали кооперации, они в том числе продавали переработательную продукцию, продукцию, в которой собирались населения. Сейчас они ни с кого ничего не собирают. Это как, знаешь, ты мне вопрос задаешь, а что сейчас делают профсоюзы? Раньше профсоюзы занимались лечением, санитарно-курортным, поздравлением, защитой интересов рабочих. Организовывали. А сейчас они формальную роль имеют. Я тут недавно видел, как президент вместе с правительством подписывал какое-то трехстороннее соглашение. О чем? А работодатели, профсоюзы и власть подписывают соглашение. О чем? О том, что надо выполнять трудовое законодательство. Так его надо и так выполнять. Но если государство само крупнейший работодатель, то надо сказать, государство, а ты само-то будешь исполнять свое решение? Потому что нельзя оплатить меньше минимального размера оплаты труда, так называемого. А почему у вас сплошь и рядом в школах нянечки, уборщицы получают меньше или даже иногда младшие медицинские персоналы получают меньше, чем мрот. Вы можете это объяснить? Если вы сами крупнейший работодатель. Поэтому государству надо начать с себя по большому счету. А профсоюзы, они декоративные к сожалению большей частью и не выполняют своего предназначения. Я что-то не видел ни одной за последние годы демонстрации, митинга или какого-то действия, которое организовали профсоюзы. Их нет. Независимые профсоюзы еще как-то пытаются чьи-то интересы защищать. А эти так называемые зависимые профсоюзы, они к сожалению не выполняют той функции, которая должна быть ими реализована. Академия